Производство детской порнографии прямо в СИЗО в Чувашии перед судом предстанет бывший заключенный Чебоксарского следственного изолятора, который, будучи под стражей по обвинению в совращении малолетних, умудрился продолжить свою преступную деятельность. Зарегистрировавшись в социальной сети под вымышленным именем, он вошел в доверие к несовершеннолетней жительнице Удмуртии. Каким образом у заключенного появился доступ к интернету и какое наказание грозит нынешнему уголовнику, выяснил наш корреспондент Мария Никифорова. Август 2015 года. Свой приговор, сидя на скамье подсудимых, выслушивает житель города Цивильска. На основании чести 369 руководит по совокупности преступлений, причем частичное осложение наказания, окончательное наказание, значит, Дмитрию Сергею Александровичу, в виде 18 лет лишения свободы. Тогда его обвинили в надругательстве над малолетними. В социальной сети преступник знакомился с несовершеннолетними и вынуждал их к развратным действиям. Мужчина снимал интимное видео с участием детей и выкладывал его в интернет. Жертвами преступника стали девочки и мальчики 9-12 лет. Некоторым пострадавшим он платил вознаграждение по 500 рублей. Съемки порновидео проходили в квартире жены подсудимого, автомобиля, гараже и даже на берегу Волги. Пока это уголовное дело рассматривал суд, подсудимый не терял времени зря. В следственном изоляторе, где мужчина находился под стражей, у него оказался телефон с выходом в интернет. Зарегистрировавшись под вымышленным ником Марии Сергеевны в одной из социальных сетей в интернете, он познакомился с малолетней жительницей республики Удмуртия, обошел к ней в доверие и за интимные фотографии пообещал подарить ей и ее сестре мобильные телефоны айфоны. Малолетняя, доверившись злоумышленнику, сфотографировала себя в интимных позах и отправила эти фотографии обвиняемому. Сотрудников следственного изолятора, которые не заметили заключенного с телефоном в руках, привлекут к дисциплинарной ответственности. А между тем, родители потерпевших рассказывают, компьютер в семье сломан, поэтому доступа к интернету у детей не было. Пока взрослые были на работе, 10-летняя девочка и ее сестра-двойняшка вели переписку с осужденным мужчиной по смартфону. Вернувшись домой, мама несовершеннолетних почти сразу заподозрила что-то неладное. Уже ложились спать, они чуть-чуть сидят с телефонами. Сначала это взяли, а там как раз вот эти фотографии. Переписку я читала, но там прям наивная переписка с их стороны. Этот человек, ну типа девушка, пообещала им айфоны. И вот они за айфоны вышли фотографии. Они сначала фотографировались так в одежде. Им пишут, что нет, надо вот так-то, так-то. Я, говорит, посмотрю и удалю сразу. Сейчас уголовное дело направлено в суд. И скоро Сергей Дмитриев снова окажется на скамье подсудимых. Свою вину он полностью признал. Кроме того, судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым. Если вина мужчины будет доказана к уже назначенным 18 годам лишения свободы, ему грозит еще до 8 лет тюрьмы. Мария Никифорова, Владимир Синдеев, Вести, Чебоксары.